Тысяча одна страсть или страшная ночь? Роман в одной части с эпилогом. Посвящаю Виктору Гюго. На башне святых 146 мучеников пробило полночь. Я задрожал. Настало время. Я судорожно схватил Теодора за руку и вышел с ним на улицу. Небо было темно, как типографская тушь. Было темно, как в шляпе, надетой на голову. Темная ночь — это день в ореховой скорлупе. Мы закутались в плащи и отправились. Сильный ветер продувал нас насквозь. Дождь и снег эти мокрые братья страшно били в нашей физиономии. Молния, несмотря на зимнее время, бороздила небо по всем направлениям. Гром, грозный, величественный спутник, прелестный, как мигание голубых глаз, быстрой, как мысль молнии, ужасающе потрясал воздух. Уши Теодора засветились электричеством. Огни святого Эльма с треском пролетали над нашими головами. Я взглянул наверх. Я затрепетал. Кто не трепещет пред величием природы? По небу пролетело несколько блестящих метеоров. Я начал считать их и насчитал двадцать восемь. Я указал на них Теодору. Нехорошее предзнаменование пробормотал он, бледный, как изваяние из карарского мрамора. Ветер стонал, выл, рыдал. Стон ветра, стон совести, утонувший в страшных преступлениях. Возле нас громом разрушило и зажгло восьмиэтажный дом. Я слышал вопли, вылетавшие из него. Мы прошли мимо. Догоревшего ли дома мне было, когда у меня в груди горело полтора ста домов. Где-то в пространстве заунывно, медленно, монотонно звонил колокол. Была борьба стихий. Какие-то неведомые силы, казалось, трудились над ужасающую гармонию стихии. Кто эти силы? Узнает ли их когда-нибудь человек? Пугливая, но дерзкая мечта. Мы крикнули Каше. Мы сели в карету и помчались. Каше, брат ветра. Мы мчались, как смелая мысль мчиться в таинственных извилинах мозга. Я всунул в руку Каше кошелек с золотом. Золото помогло бичу удвоить быстроту лошадиных ног. Антонио, куда ты меня везешь, простонал Теодор. Ты смотришь злым гением. В твоих черных глазах светится ад. Я начинаю бояться. Жалкий трус. Я промолчал. Он любил ее. Она страстно любил. Она любила страстно его. Я должен был убить его, потому что любил больше жизни ее. Я любил ее и ненавидел его. Он должен был умереть в эту страшную ночь и заплатить смертью за свою любовь. Во мне кипели любовь и ненависть. Они были вторым моим бытием. Эти две сестры, живя в одной оболочке, производят опустошение. Они духовные вандалы. Стой, сказал я Каше, когда карета подкатила к цели. Я и Теодор выскочили. Из-за туч холодно взглянула на нас луна. Луна – беспристрастный молчаливый свидетель сладостных мгновений любви и мщения. Она должна была быть свидетелем смерти одного из нас. Пред нами была пропасть. Бездна без дна, как бочка преступных дочерей Даная. Мы стояли у края жерла потухшего вулкана. Об этом вулкане ходят в народе страшные легенды. Я сделал движение коленом, и Теодор полетел вниз, в страшную пропасть. Жерло вулкана – пасть земли. «Проклятие!» – закричал он в ответ на мое проклятие. Сильный муж, не спровергающий своего врага в кратер вулкана, из-за прекрасных глаз женщины. Величественная, грандиозная и поучительная картина. Недоставала только лавы. Каше. Каше-статуя, поставленная роком невежеству. Прочь, рутина! Каше последовал за Теодором. Я почувствовал, что в груди у меня осталась одна только любовь. Я пал лицом на землю и заплакал от восторга. Слезы восторга – результат божественной реакции, производимой в недрах любящего сердца. Лошади весело заржали. «Как тягостно быть не человеком! Я освободил их от животной страдальческой жизни! Я убил их! Смерть есть и оковы, и освобождение от оков!» Я зашел в гостиницу фиолетового гиппопотама и выпил пять стаканов доброго вина. Через три часа после мщения я был у дверей ее квартиры. Кинжал, друг смерти, помог мне по трупам добраться до ее дверей. Я стал прислушиваться. Она не спала. Она мечтала. Я слушал. Она молчала. Молчание длилось часа четыре. Четыре часа для влюбленного. Четыре девятнадцатых столетия. Наконец, она позвала горничную. Горничная прошла мимо меня. Я демонически взглянул на нее. Она уловила мой взгляд. Рассудок оставил ее. Я убил ее. Лучше умереть, чем жить без рассудка. «Анета!» — крикнула она. «Что это Теодор не идет? Тоска грызет в мое сердце. Меня душит какое-то тяжелое предчувствие. О, Анета, сходи за ним! Он, наверное, кутит теперь вместе с безбожным ужасным Антонио». «Боже, кого я вижу, Антонио!» Я вошел к ней. Она побледнела. «Подите прочь!» — закричала она. И ужас исказил ее благородные прекрасные черты. Я взглянул на нее. Взгляд есть меч души. Она пошатнулась. В моем взгляде она увидела все. И смерть Теодора, и демоническую страсть, и тысячу человеческих желаний. Поза моя была величие. В глазах моих светилось электричество. Волосы мои шевелились и стояли дыбом. Она видела перед собою демона в земной оболочке. Я видел, как она залюбовалась мной. Часа четыре продолжалось горобовое молчание и созерцание друг друга. Загремел гром, и она пала мне на грудь. Грудь мужчины — крепость женщины. Я сжал ее в своих объятиях. Мы оба крикнули, кости ее затрещали. Гальванический ток пробежал по нашим телам горячий поцелуй. Она полюбила во мне демона. Я хотел, чтобы она полюбила во мне ангела. «Полтора миллиона франков отдаю бедным», сказал я. Она полюбила во мне ангела и заплакала. Я тоже заплакал. Что это было за слезы? Через месяц в церкви святого Тита и Гортензии происходило торжественное венчание. Я венчался с ней, она венчалась со мной. Бедные нас благословляли. Она упросила меня простить врагов моих, которых я ранее убил. Я простил. С молодой женой я уехал в Америку. Молодая любящая жена была ангелом в девственных лесах Америки. Ангелом, пред которым склонялись львы и тигры. Я был молодым тигром. Через три года после нашей свадьбы старый сам носился уже с курчавым мальчишкой. Мальчишка был более похож на мать, чем на меня. Это меня злило. Вчера у меня родился второй сын и сам я от радости повесился. Второй мой мальчишка протягивает ручки к читателям и просит их не верить его папаше, потому что у его папаши не было не только детей, но даже и жены. Папаша его боится женить бы как огня. Мальчишка мой не лшот, он младенец, ему верьте. Детский возраст — святой возраст. Ничего этого никогда не было. Спокойной ночи.